Грабеж под крышей полицейских на Киевском железнодорожном вокзале задержали правоохранителей, которые помогали преступникам обворовывать пассажиров. Организовал схему начальник сектора уголовной полиции и задействовал в ней как минимум пятерых подчиненных. Профессиональные воры платили копам за возможность работать на вокзале и делились награбленным. Информацию о том, что пассажиры имеют при себе деньги, сотрудники полиции, как правило, получали при проверке у них документов, при проверке багажа на наличие каких-то запрещенных предметов. И потом просто передавали эти сведения ворам. Сейчас организатору группировки избирают меру пресечения в Голосеевском райсуде Киева. За процессом следит Полина Спасенко. Она на прямой связи со студией. Полина, здравствуй. Расскажи, есть ли уже решение суда. Здравствуй, Катя. Заседание еще продолжается. Оно началось с опозданием. Сейчас меру пресечения выбирают только одному из семерых подозреваемых. Это Руслан Высоцкий, начальник сектора уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский. Его подозревают в организации преступной группировки. Прокуроры настаивают на том, чтобы взять Высоцкого под стражу, либо внести залог в 2 миллиона гривен. Доказательство стороны обвинения – это заявление людей, пострадавших от действий группировки, и телефонные разговоры членов ОПГ. Известно, что группировка действовала с лета 2017 года, и приблизительная сумма ущерба составляет 250 тысяч гривен. Но это по самым скромным подсчетам. Сторона защиты не согласна. Она просит домашний арест на 2 месяца. А сам подозреваемый говорит, что от следствия скрываться не намерен и даже готов сдать загранпаспорт. Пока что это все подробности. Спасибо, Полина. Полина Спасенко была на связи с нами. Она в Голосеевском расследовании столицы, где избирают меру пресечения полицейскому. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...